Ночь в парламенте. В Палате Лордов продолжаются жаркие дебаты по Брекзиту. И похоже, Пэры готовы снова положить правительство на лопатки. Почему премьера Терезу Мэй ожидает очередное разочарование? Узнаем от Светланы Чернецкой. Она в Лондоне. Палата Лордов Британского парламента это как совет старейшин. Особых законодательных прав не имеет. Скорее присматривает за тем, что делают депутаты Палаты общин. Но к этим обязанностям относятся со всей серьезностью. Вот и обсуждение законопроекта о Брекзите собирает в Палате аншлаги. А высказаться по этому поводу спешат даже те, кто раньше никогда слова не просил. Всего лордов 800, поэтому дебаты затягиваются допоздна. Либеральная демократическая партия даже решила перестраховаться и купила 90 матрацев и раскладушек, чтобы Пэры могли отдохнуть после длительных премий. День сегодня и вправду насыщенный. Лорды уже отвергли идею второго референдума по Брекзиту. Решили не спрашивать мнение британцев о бракоразводной сделке, которую удастся заключить Лондону и Брюсселю через два года. Но вот себе в этом праве отказывать не собираются. Я уверен, что очень опасно, неправильно и неразумно упрощать условия сделки до простых ответов «да» или «нет» в бюллетене. Это ведь будут одни из сложнейших переговоров. Думаю, что еще один референдум только усугубит раздел нашего общества. Мы должны обеспечить парламенту право голоса по итоговому соглашению между Великобританией и ЕС, а также возможность активно участвовать в процессе переговоров с Брюсселем. На прошлой неделе лорды внесли поправку относительно обеспечения прав граждан ЕС, которые уже живут в Великобритании. Это стало первым поражением правительства. Теперь ждет второе. Пэры хотят закрепить в законе обязанность парламента одобрить условия развода с Брюсселем. А значит, документ опять отправят в Нижнюю палату на доработку. Депутаты могут и не согласиться с парами, и вернуть законопроект без изменений. Такой пинг-понг может длиться неделями, а то и месяцами. Вот только у премьера времени на политические игры нет. Тереза Мэй надеется запустить процесс выхода из Евросоюза уже до конца месяца. И очень не хочет, чтобы парламент забрал карт-бланш на переговоры у правительства. Впрочем, ее может ожидать горькое разочарование. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.